Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал «Энергия Таро». А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. А также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети есть в описании под любым видео на канале. У меня также есть закрытый канал на Boosty. Вот здесь вот слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти. И за подписку всего в 299 рублей смотреть шок расклады, тот контент, которого нет и не будет здесь на YouTube-канале. Потому что YouTube это просто-напросто заблокирует. Также у меня есть Telegram-чат, где мы общаемся с моими подписчиками. И именно вы можете стать тем самым подписчиком, который подскажет мне, какие расклады должны быть у меня на Boosty и на YouTube-канале. А с нами сегодня Оракул Близнецов. Здравствуйте, карты. И поговорим мы с вами сегодня о договоре с темными силами. Дьявол силен, пока вы все думаете, что его не существует. В моих раскладах вы чаще всего могли услышать о заключении договоров с темными силами. Или ни с кем иным, как с дьяволом. Дьявол, сатана, всемогущее зло, забирающее и поглощающее души. Мы можем называть его как угодно, но суть остается прежней. Его не победить в равной борьбе. То есть он не является равным противником, скажем так. И победить его можно только лишь путем любви к ближнему своему. Чего, как утверждают сами сатанисты, никогда не случится на этой земле. Так что же такое заключение договора с дьяволом? Можно ли продать свою душу? И как потом живет такой человек? Давайте сегодня узнаем на орахуле близнецов. Первый вопрос, который я бы хотела задать карта. Действительно ли есть возможность заключать некий договор с темными силами и получить все, что пожелаешь? Карты, скажите нам, пожалуйста, правду. Действительно ли есть такая возможность заключения договора с темными силами, с дьяволом, после чего можно получить все, что пожелаешь? Действительно ли есть такая возможность о заключении договора с дьяволом, после которого можно получить все, что пожелаешь? Рассказываю, друзья мои. Заключить договор с дьяволом можно, но чего это стоит? София, 31-я карта, нам говорит о том, что человек больше не будет принадлежать сам себе. София у нас раскрывает платье и показывает, что она заключила договор с темными силами по змею Кадуцию. Змей Кадуция находится у нее внутри, и она пускает в свою душу, в свое тело, вернее, подселенцев. 48-я карта нам говорит о том, что в вашем теле будет подселенец в виде дьявола, который за вас будет совершать некие аморальные поступки, и вы постоянно будете находиться в этом пограничном двойственном состоянии, когда за вас делают что-то непоправимое, возможно, убивают, возможно, истязают и насилуют, а вы к этому никакого участия не можете иметь, скажем так, никакой причастности к этому не имеете. То есть, заключая договор с темными силами, вы уже не принадлежите себе, и в вашем теле роются две души. Ваша душа, которая борется с темными силами, и душа дьявола, соответственно, который за вас совершает какие-то аморальные поступки. Карта 28, Лайла, нам говорит о том, что вы заключены в тиски, и ваша душа больше никогда не переродится, то есть не будет реинкарнации в вашей душе, вы не сможете подселиться в другое тело, в новой жизни, и вечно будете гореть в адских муках котле. 25-я карта нам говорит о адских муках, о заключении вашей души в тиски после смерти. То есть, да, при жизни вы получите все эти почести, всю ту власть, деньги, все в зависимости от того, что вы попросили у дьявола. Но отныне больше принадлежать себе вы не будете, и не произойдет той самой благополучной реинкарнации после смерти. Также 31-я карта Серафим нам говорит о том, что Серафим вообще это высшая степень у ангелов, в иерархии ангелов. И высшая степень в иерархии у людей это обладание нашей душой. Душу невозможно, скажем так, продать, ее можно отдать в служении дьяволу. Мы сейчас, конечно, еще выясним, возможно ли продать именно душу. Но здесь говорится о том, что душа ваша будет вечно гореть в адских муках и никогда не переродится из-за того, что вы заключили договор с темными силами. Но я не говорю конкретно вы, а просто те люди, которые это делают, соответственно, теряют вот эту почесть от Бога, от Высшего, от Всевышнего, быть Серафимом. А Серафим для нас это обладание своей душой. И душа, параллельные две карты вот так вот у меня стояли. Змея Ураборос нам показывает, что навечно душа заключена вот в эти тиски и окольцована, скажем так. Змея пожирает сама себя, пожирает свой собственный хвост до крови. То есть вы сами себе наступили на свой собственный хвост. Но это не в буквальном смысле. Вы сами себе подкинули проблему, можно так сказать, и ваша душа никогда не переродится. Вот об этом здесь речь. Да, все карты вышли положительные в плане того, что действительно есть некий договор с дьяволом, но чего он стоит? Это был первый вопрос. Второй вопрос. Как выглядит заключение договора с темными силами? Происходит ли подписание договора через посредников или напрямую с сатаной? Возможно ли как-то напрямую встретиться с сатаной, да? Как выглядит заключение договора с темными силами? Как выглядит заключение договора с дьяволом? Происходит ли подписание договора через посредников или напрямую с сатаной? Происходит ли подписание договора с дьяволом через посредников или напрямую с сатаной? посредником. Кто-то выступает, кто-то третий. Двое заключают. И кто-то третий. Вот тут птичка летит. Обгоревшая птичка летит на заключение договора, скажем так. Здесь у нас змеи кадуции показаны, что заключение договора действительно возможно. Заключается договор между Солнцем, между Луной, между какой-то светлой стороной. Светлая сторона это человека. Между темной стороной Луна это дьявол, сатана. И есть кто-то третий, третий прилегающий, который летит прямо, скажем так, на подписание этого договора. Есть кто-то третий, есть какой-то посредник, который сводит человека и сводит сатану. Действительно ли при заключении договора с темными силами... Опять эта карта выпала. Что ты хочешь нам еще сказать? Что ты хотела нам еще карты сказать? Давайте мы добьем все-таки второй вопрос. Друзья мои, как выглядит заключение договора с темными силами? Действительно это происходит через посредника. Но как выглядит заключение договора с темными силами? Давайте мы все-таки полностью его раскроем. Как выглядит заключение договора с темными силами? А потом уже ответим на третий вопрос. Как выглядит заключение договора с темными силами? Опять, да, я не принадлежу своей душе. Змей кадуции всегда появляется у нас. Кстати, вы знаете, что змей кадуции у нас есть на медицине, фармацевтике, да, в Российской Федерации, по крайней мере, точно. Как выглядит заключение? Что-то нужно отдать? Да, нужно отдать что-то светлое, ну, естественно, душу, да, кровью, да, а что кровью, я поняла, друзья мои, да, ну, во-первых, здесь нам карты рассказывают о том, что нужно будет подписать, какие правила нужно будет подписать, когда вы встречаетесь, скажем так, через посредника с дьяволом, да, какие правила вы будете подписывать, правило того, что вы будете каннибалом, да, то есть обязательно при подписании договора с темными силами важен каннибализм, то есть дьявол с вас берет, скажем так, обещание, что вы станете каннибалом, что вы будете убивать, в основном убивать детей, да, детские души, Аделина у нас ребенок до 12 лет, до 12 лет дети у нас тоже ценятся, да, у сатанистов дети тоже ценятся в плане вот этой самой вкусной крови, да, насыщенности крови, насыщенности гаваха, да, которые они питаются с детей, питают с детей, и младенцев, то, что вы будете убивать младенцев и пожирать их, да, те люди, которые заключают договор с темными силами, как-то подписывают договор о том, что они становятся каннибалами, если они хотят получить что-то, что-то важное, да, деньги, славу и так далее, какие-то почестные. Заключение договора происходит через третье лицо, душа ваша больше не принадлежит, соответственно, вам, да, это мы уже выяснили, становится человек каннибалом, да, будет совершать какие-то жертвоприношения во славу, в угоду дьяволу, и при подписании договора с темными силами что-то либо подписывается кровью, либо что-то съедается, возможно, плоть от плоти, да, то есть плоть съедается какая-то человеческая и плоть от дьявола, то есть два человека, дьявол вкушают друг друга, скажем так, при подписании этого договора, как бы это противно, как бы это ужасно не звучало, да, что-то нужно съесть, что-то кровяное, какой-то биологический материал нужно съесть от друг друга, когда дьявол и человек заключают договор друг с другом, и делают они это из посредника, посредником выступают, как правило, ведьма, колдуны, да, все, которые могут призвать дьявола, все те, кто может призвать дьявола, и, естественно, человек становится каннибалом, и в основном детским каннибалом, да, если это можно так назвать. Вот как-то так, такие правила и такое заключение договора с темными силами. Следующий вопрос. Действительно ли при заключении договора с темными силами стороны подписываются кровью? У меня уж карты выпали. Ну, мы уже выяснили с вами, что что-то употребляют, да, друг от друга, сам сатана и человек, да, при подписании договора. Но действительно ли при заключении договора с темными силами стороны подписываются кровью? Как-то везде в интернете, да, там написано. Мы сейчас выясним, действительно ли при заключении договора с темными силами стороны подписываются кровью. Так. Здесь нет, здесь, знаете, все-таки по этим картам, да, подписание договора кровью, это, наверное, такое выдуманное, да, фольклор какой-то такой, да, фаун нам говорит о фольклоре, что-то выдуманное. Левиафан нам тоже говорит о каких-то выдуманных, кто люди придумали, да, люди из поколения в поколение передавали эту информацию, да, вот по древу жизни, да, из поколения в поколение передавали такую ложную, немножко вымышленную информацию о том, что вот якобы красные королевы якобы подписываются кровью. Здесь скорее не подписываются кровью, а, как я уже говорила, да, употребляют плоть от плоти его, да, то есть кровь здесь присутствует, тут либо пьют кровь из чаши, да, либо, что, скорее всего, да, тут про части тела говорится, употребляют плоть от плоти моей, употреби и подпиши со мной этот договор, да, вот здесь вот как-то об этом все-таки. Про подписание кровью, наверное, все-таки это вот фольклорное, вымышленное здесь об этом говорится. Действительно ли демон или сатана, называйте, как хотите, да, забирает душу человека себе после заключения с ним темного договора? Действительно ли демон или сатана забирает себе душу человека после заключения с ним темного договора? Действительно ли демон... И да, карта положительная. Треть-третья, да. Душа закована, душа больше не может переродиться. Опять-таки, да, высшая ступень Серафима в ангелов, да, в иерархии ангелов, она больше не принадлежит человеку. То есть высшая ступень человека – это его душа, да, высшее обладание его душой. То есть душа больше себе не принадлежит. Карта сама выпала, да, пожалуйста. Да, действительно, дьявол забирает себе душу человека, и человек как бы вот со стороны поглядывает на свою душу, скажем так, да, и может только со стороны ее увидеть. То есть постоянно подселяется к нему дьявол и, еще раз говорю, совершает какие-то аморальные поступки. И человек смотрит на свою душу как на что-то вот, как на какое-то чудо, да, то есть он не может больше до нее дотянуться, не может больше до нее дотронуться, да-да-да. Здесь как какое-то чудо небесное, да. Душа уходит к дьяволу, скажем так. Человек больше не обладает своей душой. Что по правилам темного договора с дьяволом должен беспрекословно выполнять человек, заключивший этот договор? Мы уже выяснили, да, что человек обязательно должен откушать, скажем так, да, человечину. Ну, в основном это дети, да. А что произойдет, если он ослушается? Что произойдет, если человек ослушается правил темного договора? Что произойдет? Что произойдет, если человек ослушается правил по темному договору, заключенному с дьяволом? Что произойдет, если человек, заключивший договор с дьяволом, ослушается правил по темному договору? Что с ним произойдет? Рассказываю, друзья мои Здесь говорится все-таки о том Что ослушавшись один раз договора с темными силами То есть правила договора с темными силами Человек все-таки получает какой-то шанс Искупление Человек получает один единственный шанс Искупить свою вину перед дьяволом Вот шанс Ведьмочка несет цветочек И подает ее человеку За один ее дьявол Это самая ведьмочка, наверное, все-таки колдунья Которая сводила дьявола и человека И у человека есть один единственный шанс Для того, чтобы искупить свою вину перед дьяволом И здесь еще говорится По шуту об обряде публичного унижения, о том, что человек должен себя как-то публично унизить, как-то публично, скажем так, перед другими людьми себя выставить в никчёмном свете. Здесь ещё говорится о том, что должен быть совершён какой-то аморальный поступок, то есть два поступка – это обряд публичного унижения, для того, чтобы дьявол вас простил, или того, чтобы не забирал вашу душу до конца и навсегда. И по десятой карте здесь ещё говорится о том, что должно что-то произойти, либо человек должен кого-то убить, Либо должен что-то сделать, да, убить, потом съесть или расчленить, да, вот какие-то такие вещи. А я надеюсь, YouTube не заблокирует это видео из-за того, что я говорю такие вещи, да. То есть здесь должен быть совершён какой-то аморальный поступок с чувством жадности, да, для того, чтобы добиться каких-то ресурсов от дьявола, да. То есть дьявол даёт один единственный шанс. Искупление перед дьяволом, вот он, шанс, да, на обряд публичного унижения. Тогда действительно дьявол понимает, что человек ему подчиняется, да, и на совершение какого-то аморального поступка, в виде убийства, изнасилования и так далее и тому подобные вещи, да, которые с целью получения каких-то ресурсов, да, делаются, с получения каких-то ресурсов от дьявола. Вот об этом здесь речь. Что происходит, если он ослушается единожды, он может искупить свою вину, а дальше уже там, я думаю, что дьявол будет предпринимать какие-то более серьёзные меры. Доступно ли для простого человека, который живёт обычной жизнью, заключение договора с дьяволом, вот для нас с вами, да, или это доступно только выдающимся личностям, которые талантливы в какой-либо сфере. Доступно ли для простого человека, который живёт обычной жизнью, заключение договора с дьяволом, или это доступно только выдающимся личностям, которые талантливы, в какой-либо сфере, недоступны, да, мандрагора, мандрагора это что-то, то, чего не существует, да, то есть недоступна для обычных людей, доступна только для, прям карты падают сами, да, нет, недоступна для обычных, для простого человека, для простого мирянина, тут говорится о том, что человек даже до этого и не додумается только, да, даже не знает как, кому, куда обратиться, да, куда податься, и даже если он подастся какой-то везьме или колдуне, велика вероятность, что та его обманет, да, то есть здесь доступна только выдающимся личностям, которые уже, да, это карта обмана, да, карта шута, которые уже чего-то добились, да, для обычного человека, для простого человека конкретно подписание договора с темными силами, с дьяволом с целью получения какой-то наживы недоступна, да, возможно только то, что его обманут. Верна ли гипотеза, что после заключения темного договора в тело заключившего договор человека вселяется демон и совершает аморальные поступки, до этого не свойственные этому человеку? Ну, мы уже выяснили, что да. Ну, давайте еще раз проверим, да. Верна ли гипотеза, что после заключения темного договора в тело заключившего договор человека вселяется демон и совершает аморальные поступки, до этого не свойственные этому человеку? Да, подселенцы, да, подселенцы в доме, в доме Бога, скажем так, да, в теле человека, да, несколько даже подселенцев может быть, да, обратите внимание, дом кишит какими-то духами, какими-то подселенцами, совершающими какие-то неправомерные, скажем так, действия, да, приводящие к смерти. Обратите внимание, да, здесь скелет. Автоматическая кукла, человек становится автоматической куклой дьявола, марионеткой, которой дьявол руководит. Да, человек заключен под стражу, и человеку ничего не остается, как наблюдать со стороны за этой картиной. То есть действительно верна гипотеза, что после заключения темного договора в тело заключившего договор человека вселяется демон и совершает аморальные поступки. Даже несколько демонов, даже несколько подселенцев, и человек становится просто автоматической управляемой куклой. Возможно ли неосознанно заключить договор с темными силами, желая реализации чего-то? Возможно ли неосознанно заключить договор с темными силами, искренне желая реализации чего-то? Возможно ли неосознанно заключить договор с темными силами, искренне желая реализации чего-то. Нет, этого не может быть. Это только в мечтах, это только до неба не дотянуться, до звезды не дотянуться. Я могу сколько угодно молиться, я могу сколько угодно просить, но мне это недоступно. Ну недоступно, это бред. Это нужно подписывать. Я вам уже сказала, как подписать. То есть обычным людям это недоступно, доступно только выдающимся, либо талантливым людям, которые хотят чего-то добиться в этой жизни и постепенно добиваются, и дьявол видит то, что эта душа может ему пригодиться. Но здесь функция того, что вот вы что-то там в уме загадали, не подписали ничего, никого не пригласили, никакой ведьме не обратились, нет, такого быть не может просто. Это только в ваших мыслях, только в ваших мечтах, говорят карты. До звезды, до солнца не дотянуться, рукой не подать, и здесь это невозможно. Карта заключения. Возможно ли заключить договор за другого человека, чтобы он не знал об этом? Возможно ли заключить договор с дьяволом за другого человека, чтобы он не знал об этом? карта не дурака, барабанщика, но здесь это как бы обозначает начало, начало, начало это дети, начало это дети, подростки, за детей и за подростков, которые еще не окрепли, да, да, Лайва у нас тоже обозначает ребенка, да, за детей и за подростков, те, кто еще не окрепли, те, кто еще не встал на ноги, да, те, кто не понимает, что творит, те, кто не понимает, что делают, да, по шестнадцатой карте, за тех, кто еще не может самостоятельно принимать решения, за тех могут заключить договор родителей. Это начало, начало конца, хочется сказать, да, то есть да, некоторые родители действительно заключают договора с темными силами, особенно, когда ребенку еще нет шести лет, двенадцати лет, да, там особенно ценятся дети в таком возрасте у сатанистов. Следующий, одиннадцатый вопрос, что происходит с душой человека, заключившего темный договор после его смерти? Еще два вопроса, друзья мои. Что происходит с душой человека, заключившего темный договор после смерти человека, да, что происходит с душой человека, заключившего темный договор после смерти человека? Душа вечно борется, вечно скитается, ни в том мире, ни в этом мире, да, не находится Z, как будто бы спит, как будто бы вечный сон, вечный сон, вечный страшный сон, скажем так, душа никак не может переродиться, никак не может подняться, скажем так, да, и вечно скитается между двумя мирами, да, она заключена в тиски, и заключена в какую-то тюрьму, скажем так. Как я уже сказала, нет перерождения для этой души. Нет для этой души перерождения. Покой её кто-то вечно охраняет по 40-й карте. Ни в этом мире, ни в том мире не находится. И только в мечтах душа может найти другое тело. Но другое тело ей больше недоступно, потому что реинкарнации для такой души, которая заключила тёмный договор, нет. Потому что душа продана, душа отдана в служение, скажем так, дьяволу. Последний вопрос. Возможно ли расторгнуть договор с тёмными силами? Возможно ли расторгнуть договор с тёмными силами? Возможно ли расторгнуть договор с дьяволом? Возможно ли расторгнуть договор с дьяволом? Нет. Нет. После того, как вы вкусили плоть его, после того, как вы вкусили плоть его, это невозможно. Ну, карта шута, да? Это только... Это как шутка какая-то, да? Хочется сказать. Как шутка какая-то, это невозможно. Этого не будет. После того, как вы вкусили плоть его, дьявол, при заключении договора с ним же, да, он стал вашим хозяином, вашим наставником по жизни, да? Обрубил вам все концы. Старый дьявол, мудр и хитёр. Обманул вас, да? После того, как вы вкусили его плоть, он стал вашим хозяином, вашим дьяволом, обрубил вам все концы. Невозможно расторгнуть договор с тёмными силами. Такого не может быть. Либо, если вы расторгнете, вы что-то обязательно потеряете. Потеряете что-то такое, чего бы вам терять не хотелось, скажем так, да? И отчего жизнь показалась потом пустой и никчёмной. Вот такой был раскладный договор с тёмными силами. Пишите ваши комментарии, пишите ваши вопросы. Возможно, мы сделаем вторую часть, да, если они у вас есть. Это была Раку Близнецов, Энергия Таро. Я вас очень люблю, друзья мои. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова